В Новосибирске ученые изобрели печку. Она работает на обычных дровах, но сама далеко не обычная. К изготовлению печки подошли со всей серьезностью и научными расчетами. В конструкции сразу три ноу-хау. Лейла Ахмедова задумалась, может имеет смысл заново изобрести велосипед? Ученые год думали, какой должна быть идеальная печь. Проанализировали те, что есть, и у всех наши недостатки. Они примитивны по содержанию и совсем не эстетичны по форме. Их разве что в гараж или сарай поставить. Все 48 недочетов, именно столько насчитали специалисты, они попробуют устранить. На производстве печей нового поколения разве что в белых халатах не работают. Металлические листы разрезают лазером, варкой занимается робот. Так обычно машины и самолеты делают. По стабильности шва, которую получаем при сварке в этой печке, человек так вряд ли сможет сделать. В новой печке все по-другому. Большая часть тепла превращается не в инфракрасное излучение, которое нагревает только то, что поблизости, а в так называемые конвекционные потоки. Тепло распределяется равномерно. По этому же принципу работают радиаторы водяного отопления в квартирах. Эта печка даже внешне на них похожа. Ее и назвали огонь-батарея. Поскольку все топливные, зольные ящики, они совершенно герметичны, то поступление воздуха идет очень ограниченно. И печь, это печь тлень, так называемая, она треет всю ночь. И она стоит тепленько. Процессы, которые происходят в дровяной печи, разработчики моделировали на компьютере. Геометрия топливника, аэродинамика движения тепловых потоков. Все подвергалось расчетам. Возможность моделирования этих процессов мы можем понимать, какие, скажем, элементы у нас там совершенны, несовершенны по геометрии. Пока проектировали печь, сделали сразу несколько изобретений. Ученые уже подали три заявки на авторское право. Во-первых, на те самые щелевые конвекторы, которые направляют тепловые потоки нужным путем. Второе новшество – это дымоотвод. Его можно направлять как вверх, так и вниз. Вот это вытаскивается достаточно, как бы так, при некотором осиле. Вот легким движением руки. И дымоотводится назад. И третьим изобретением инженеры называют герметичный зольный ящик. Благодаря ему можно регулировать поступление кислорода. Рабочего дня не хватает, чтобы измерить, как долго они будут слеть. И тем же легким движением руки можно заставить огонь и вовсе погаснуть. Инженеры хвалят новую печь за то, что та практически не вредит природе. Она работает только на дровах. Скоро огонь-батарея получит европейский сертификат за экологическую безопасность. Своё одобрение высказали и женщины. Печку теперь также интересно выбирать, как платье. Её сделают в нескольких цветах. Тренд сезона – шоколад и антрацвет металлик. Лейла Ахмедова, Максим Путинцев, Алексей Емельянов, Максим Безбородов. Пятый канал. Новосибирск.